Добрый день! Сегодня мы будем делать салат, который прислала Ирена Степанова. Она его не назвала, но ингредиенты, все очень просто, ингредиенты я сейчас назову. А потом мы сделаем и уже когда будем пробовать, каждый общим собранием назовем его. Значит, первое это краснокочанная капуста, вилок. Второе, значит, сырокопченая колбаса, 200 грамм. 4 зубчика чеснока, 1 помидор, соль и майонез. Все, сейчас, значит, сырокопченую колбасу нарежем соломкой. На шинковке сейчас нашинкую краснокочанную капусту, также чеснок выдавлю. И все это перемешаем, будет готовый салатик. Покажем. Сейчас краснокочанную капусту Люба шинкует. Я выдавливаю 4 зубчика чеснока. Уже выдавила. Леся нарезает кубиками помидор. Тамара режет сырокопченую колбасу 200 грамм соломкой. Узкая сильно должна быть или не очень? Средняя делать, средняя. Не сильно мелкая, не сильно крупная. Ну, чем мельче, тем лучше, конечно, я думаю. И не длинные соломки? Да. Вот это длинные? Сама Ирена Степанова это не написала. Но я так думаю, что нужно... Вот такие нормально будет. Как раз вот такие делать. Не длинные? Не длинные делать. А я взяла вот нашу шинковку, которая волшебная. И вот такими тоже не написали и сделала вот такие тоненькие. Нашинковали одну маленькую головку краснокочанной капусты. Чеснок я уже сюда запустила. Выкладываю колбасу. Выкладываю помидоры. Слегка посолить хочу. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть щепоточку. Две щепоточки. И майонез. Майонеза две ложки положу. Все. И буду перемешивать теперь. Салат, который прислала Ирена Степанова, я решила назвать Небесной Лилией. Но еще его точного названия нет. Приятного аппетита. Вот так он выглядит. Света сделала салаты. Камо привет. Олег привет. Леся привет. Азиз привет. И как... Давайте начнем с Азиза. Первый салат был Тиффани. Как тебе? Он вкусный, сладкий. Ну, сладковатый, вкусный, с мясом. Слышите, наверное, сладкий. Да, да, понравился. Второй? Второй салат, ну, такой, с колбасой не очень. Лучше мясо добавить, было бы хорошо. Камал, ты? Ну, я тоже такого мнения. Я, кстати, солидарный. Первый тоже такой салат вкусный. Тоже понравился очень. Они просто колбасу не любят. Да, колбасу я не очень люблю. Ну, значит, надо заменить колбасу. Кто колбасу любит, тому, может быть, и салат. Вкусно, да? Камал, я это, телятину люблю. В прошлый раз я делал салат с телятиной. Олешка, как тебе? Не, нормально, и тот, и тот понравился. И тот, и тот? Не чувствовал, что-то я. Не почувствовал. Да, Леся, как тебе? Я еще не пробовала. Хорошо. И мы еще тоже не пробовали, так что вот так пробуем. Да, давайте. Еще раз покажу салат, Света назвала небесный лотос. И салат, где он? Уже съели, что ли? О, он в среде. Я думала, такое вкусное, что уже съели. Все. Ждем в следующих рецептах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!